Магистрант Института физики Казанского федерального университета Глеб Долгоруков отмечен стипендией правительства Российской Федерации за разработку нового метода исследования магнитных свойств наночастиц. Наша лаборатория занимается ядерно-магнитным резонансом гелия-3 в контакте с твердыми субстратами. В частном случае я занимаюсь кристаллическими нанопорошками. Также мы изучаем гелий-3 в контакте с аэрогелями, монокристаллами и так далее, со всеми твердыми телами. Он изучает процессы ядерной магнитной релаксации гелия-3 в контакте с кристаллическими нанопорошками при низких температурах. Гелий-3 является более легким из двух стабильных изотопов гелия. Его молекулы имеют самый маленький размер и обладают высокой проникающей способностью. Данный метод подразумевает локализацию промагнитных центров, содержащихся в наночастицах. Этот способ основан на использовании ядерно-магнитного резонанса ЕМР-гелия-3. Частица покрывается слоем магнитного гелия-3 и по тому, как изменяются времена релаксации в зависимости от расстояния до этой поверхности, которую мы, соответственно, тоже можем изменять, мы можем определить расстояние до парамагнитных центров. Парамагнитными центрами могут быть атомы и ионы, обладающие неспаренным электроном, а также различные дефекты в кристаллической структуре. Информация об их расположении позволит определить область применения наночастиц. С помощью этого метода исследуются свойства наноалмазов. Они могут быть использованы для создания элементов наноэлектроники и материалов медицинского назначения. А дефекты, так называемые NV-центры, в качестве наноразмерных датчиков для измерения физических параметров окружающей среды, и даже как базовый элемент будущего квантового процессора, необходимого для создания квантового компьютера. А других методов он отличается, как минимум, тем, что у нас в нашем методе точность порядка одного экстрема. В литературе подобной точности я еще не встречал. Один экстрем — это одна десятая нанометра. Сейчас Глеб Долгоруков ведет свою научную работу в научно-исследовательской лаборатории магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники имени Семена Альтшулера. Со школы еще получалось заниматься наукой, физикой и математикой. Поступил на радиофизику в Институт физики Казанского федерального университета. И на втором курсе в конце был выбор пойти на какую кафедру. Я выбрал кафедру к матово-электроники и радиоспектроскопии. Это до сих пор одна из лучших кафедр в Казанском университете. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Артем Тупичкин